Кабан Кабан – дикий предок домашних свиней. Массивное, внушительное животное. Он грозен и силен, настоящий царь лесов. Его плотное тело покрыто густой серой бурой щетиной, образующей на спине гриву, а шкура такая плотная, что древние воины делали из нее щиты. У кабана большая голова с широкими ушами и мощным, выдающимся вперед рылом. Маленькие глазки подслеповаты и видят плохо. Главный орган обоняния, осязания и поиска пищи – мягкий, подвижный пятачок. Морда самца снабжена большими, постоянно растущими клыками, которые все время подтачиваются друг от друга. Этими острыми кинжалами кабан ломает, колит и рассекает. Отсюда и название – сикач. Это животное настоящий вездеход. Кабан замечательно плавает, а мощные короткие ноги и приплюснутые с боков туловища помогают ему стремительно пробираться по заросшему лесу, не снижая скорости бега. Если нужно, мягкие подушечки черных копыт обеспечат кабану бесшумное передвижение. Но вот забраться даже на невысокое возвышение кабан не может. Живут кабаны небольшими группами. Самая опытная самка руководит кабанихами и их детенышами. Самцы живут отдельно. Перед рождением поросят каждая самка устраивает укромное гнездо, выстилая его толстой и теплой подстилкой. Там и появляются на свет детеныши. Их спинки украшены светлыми полосками. Такая окраска делает поросят незаметными среди густых зарослей, пятен яркого света и тени. Подросшие поросят осеменят за мамой. Учатся рыть землю, добывать корм. Спасаясь от жары насекомых, кабаны любят купаться в грязевых ямах, а затем почесывать бока и спинки о стволы деревьев с грубой корой. Кабани-чесалки. Любят кабаны оселиться в заболоченных угодьях, в зарослях камышей и тростника. В течение дня животные отдыхают, а вечером выбираются для купания и поисков пищи. Кабан всеяден и ест все, что встречает его пятачок. Желуди, орехи, корешки и клубни, ягоды, грибы, фрукты, даже ядовитые растения. Мыши, землеройки, змеи и лягушки – тоже часть меню. Иногда кабаны нападают на птиц и зайцев, косуль или оленей, если те слабы или больны. Не брезгуют кабаны падалью. Всю весну, лето и осень кабаны едят, накапливая жир, который поможет им пережить трудные времена. Зимой, чтобы отыскать еду, кабаны взрыхляют мерзлую землю под снегом и, работая всем стадом, расчищают большие пространства. Кабану сложно передвигаться по глубокому снегу. Волоча короткие ноги, кабан пропахивает в снегу глубокую борозду. Стадо передвигается гуськом или использует свои старые следы. Кабан умеет устроиться с удобствами при любых погодных условиях. Он прекрасный строитель и знает толк в комфортном отдыхе. Чтобы согреться зимой, дикие свиньи роют ямы и застилают их лапником, либо строят большие шалаши из веток и сучьев. Если становится совсем холодно, кабан идет искать муравейник. Зверь разрывает его и укладывается сверху, закапываясь в муравьиную труху. Он знает, что муравейник теплый внутри и использует эту природную грелку. Кабан – основная пища для многих хищников – волков, рысей, медведей. Не оставляет в покое диких свиней и охотники. Спокойный на вид, даже ленивый, кабан в минуту опасности становится серьезным противником. Охота на него – дело очень рисковое и непредсказуемое. Раненый кабан – свирепый разъяренный зверь, сметающий все на своем пути. Отправляясь в лес, всегда помните об опасности встречи с диким кабаном. А уж если вы встретили царя лесов, соблюдайте правила осторожности. Попытайтесь тихо покинуть зону обитания кабана. Если зверь вас увидел и подает признаки беспокойства, не пытайтесь бежать, лучше залезть на дерево. Никогда не трогайте маленьких кабанят, их мать наверняка бродят поблизости. Не размахивайте руками и не кидайтесь палками, этим можно только разозлить зверя. Главное, отдыхая на природе, помните, что человек в лесу гость, а кабан полновластный хозяин.